Однажды у нас в студии раздался телефонный звонок. Звонили возмущенные жители сельского поселения Развилковское. Просили помочь решить вопрос ремонта автодороги к населенному пункту. Обращение к журналистам стало последней надеждой на то, что проблему, стоящую несколько лет, наконец-то решат. Деревня Картино расположена всего в паре тройки километров от столицы. Попасть в населенный пункт можно, свернув с Каширского шоссе. Метров через 20-30 после съезда начинаются выбоины, которые ближе к деревне разрастаются в настоящие ямы. Их глубина, по словам местных жителей, достигала 50 сантиметров. Засыпали буквально на днях. Люди ездить здесь просто не могут. Я ходить не могу, потому что я не могу никуда свернуть. Вот по этим колдобинам, по этим ямам ходим и ездим. Разбили все машины уже. Как говорят очевидцы, именно этой весной ситуация стала критической. Когда пошло половодие, так вот, вода не пошла в поля, а пошла на дороги. В это время стали вот ходить в самосвалы, 40-тонники, возили песок. Я прям своими глазами видал, как вот он идет, и под ним прям асфальт проваливается. Просто проваливается и все. Я говорю, тут почему ездят? А здесь знака нет никакого, поэтому я и катаюсь. Естественно, по такой автодороге, а ее и зимой не чистят от снега, проехать в населенный пункт со стороны Каширки не могут ни автолюбители, ни спецтранспорт. Пожарные машины, кареты скорой помощи. А ведь только в Картино постоянно проживают около 200 человек, среди которых старики и дети. Пока ребенка загрузят, по такой дороге доведут, его могут растрясти. То есть они, да, и не только дети, старые, пенсионеры. Пенсионеров у нас много живет. Часть дороги между населенными пунктами проходит по низине. Здесь бьют ключи, в половодиле после сильных осадков, дорожное полотно, а от асфальта остались лишние воспоминания, вообще скрывается под водой. Жители сами, как могут, решают проблему. Делают отсыпку битым кирпичом. Колдобины такие, что можно проехать только на внедорожнике. Я один раз попытался на своем Ниссане проехать, я просто лег на брюхо и лежал на этой машине, пока меня не сдернули оттуда. Обращения в разные инстанции не приносят результатов. Ремонтировать дорогу на средства местного бюджета тоже нельзя. Она числится на балансе МОЗ Автодора. Просили передать нам на баланс участок дороги по деревне Картино. На сегодняшний день никаких конкретных от них ответов нет. Наш приезд обнажил и другие проблемы. Дорога не освещается, отсутствуют тротуары, дорожные знаки, разметка. Все эти факторы ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. Когда решится вопрос, сколько местных жителей должны ждать ремонта, о выполнении которого еще пять лет назад рапортовали в газете. Вот видите, обведено. Доложено губернатору Московской области. В 2008 году дорогу сделали, старая площадь. И не делали? Не делали. Дорогу только подсыпают, подремонтируют до первого дождя, ну или там до какой-то распутицы, то есть она обратно становится все как бы в непригодное состояние. Татьяна Акимова, Константин Брылов, Видное ТВ.